В эфире программа День города в студии Алена Гукольва. Здравствуйте! Вот некоторые темы этого выпуска. В Рязани полицейские задержали продвинутого автовора. Крупная авария на московском шоссе произошла из-за несоблюдения дистанции и сезона отпусков, где рязанцы отдохнут этим летом. Из-за ремонта теплотрассы в Рязани изменился маршрут сразу трех троллейбусов. Изменения коснулись троллейбусных маршрутов номер 2, 15 и 16. Рязанцев просит быть внимательнее при планировании передвижений по городу. С сегодняшним утром рязанцев ждал большой сюрприз. На улице Ленина проходят ремонтные работы. Из-за этого изменены схемы движения общественного транспорта, а на дорогах скапливаются пробки. Полтень четверга, 15 июня. Прямо посередине улицы яма глубиной несколько метров. Количество полос из-за такого ремонта резко сократилось. На дорогах скапливаются автомобили и в час пик тут ожидаются заторы. Путь от остановки до светофора теперь занимает гораздо больше времени, чем обычно. Но дорожные работы идут не только на Первомайском проспекте. Теплотрассу ремонтируют и на улице Новой. Из-за таких работ будет ограничено движение троллейбусных маршрутов номер 2, 15 и 16. Так, например, маршрут номер 16 в период с 15 по 16 июня при движении со стороны Московского шоссе следует до разворотного круга на Соборной площади и обратно. А второй троллейбус на участке между остановками Кольное и Дом художника проследует по Касимовскому шоссе. Плохая погода никак не повлияла на работу дорожных служб. По предварительным данным ремонт займет два дня. Стоит напомнить, что водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными счетами и соблюдать правила дорожного движения. В Рязани полицейские задержали продвинутого автовора. Преступник вскрывал машины с помощью специального устройства. Оно считывало код сигнализации. Из машин он забирал сумки с документами, деньгами и личными вещами хозяев авто. Оперативники уголовного розыска отдела МВД России по советскому району города Рязани задержали злоумышленника в момент, когда он вытащил из «Жигулей» сумочку с личными вещами автовладельца. Для того, чтобы открыть салон автомобиля, было использовано высокотехнологичное устройство, захватывающее электронный код, отпирающий систему сигнализации. Похищенное изъято. Полицейские выяснили, что ранний задержанный был неоднократно судим за автокражи и пользовался известностью в криминальной среде. Правда, тогда для взлома автомобиля им применялись ломики и имитации ключей. Теперь злоумышленник взял на вооружение высокотехнологичные криминальные инструменты. Город давно не видел. То есть вы просто приехали в город посмотреть? Да. И вас задержали? Да. Злоумышленнику теперь грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. В среду вечером рядом с торговым центром «Премьер» на Московском шоссе произошло крупное ДТП. К аварии привело несоблюдение дистанции. 33-летний житель областного центра, управляя автомобилем «Денексия», нарушил допустимую дистанцию и совершил столкновение с автомобилем «Ниссан», которое, в свою очередь, столкнулось с еще одной иномаркой. После столкновения автомобиль «Део» отбросило к правому краю проезжей части, где он совершил наезд на препятствие – мачту городского электрического освещения – и опрокинулся. В результате этого дорожно-транспортного происшествия бригады скорой медицинской помощи, все водители, участники аварии с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу. В музыкальном театре сегодня прошло торжественное собрание, посвященное Дню медицинского работника. Большинство участников торжеств пришли сюда прямо с дежурства. В их честь звучали поздравления, аплодисменты и пожелания новых успехов. Анна Герцовская пообщалась с виновниками торжества. День медицинского работника объединил специалистов различных поколений. Этот вид деятельности многие для себя выбирают на примере своих близких и родителей. Евгений Лавренюк – практикующий врач-стоматолог. Одновременно с этим он преподает в Рязанском государственном медицинском университете и является председателем Совета молодых врачей региона. Сегодня в Рязанском музыкальном театре были подведены итоги конкурса «Молодой врач года». Это уже седьмой конкурс. Проводится Советом молодых врачей при поддержке Министерства здравоохранения, Рязанской области, Министерства молодежной политики, Рязанского медуниверситета и профсоюза работников здравоохранения. Традиционно проходит в два этапа. Первый этап – это заочный, где участники присылают анкеты для проверки. И по результатам анкетирования мы выбираем лучших трех представителей в каждой специальности. Лучший хирург, лучший терапевт, стоматолог. И две номинации меняются. В этом году это лучший санитарный врач и лучший анестезиолог-реаниматолог. Евгений в 2015 году сам стал лучшим молодым стоматологом. И сейчас в рамках своей работы помогает развиваться специалистам различных направлений. Каждый год планируем мероприятия, которые проводятся с Советом. Традиционно это несколько крупных мероприятий. Это форум молодых врачей Рязанской области. Это конкурс «Молодой врач года». В этот день в музыкальном театре награды нашли своих героев. Сергей Почтарев работает врачом-травматологом-ортопедом. И отмечает, что подготовка к конкурсу «Молодой врач года» начинается с момента окончания вуза. Награда – это результат ежедневной работы. На достигнутом лауреата останавливаться не собираются. Новые методики и оборудование, а также доступность в получении знаний очень вдохновляют молодое поколение. Оборудование, которое есть, оно в принципе доступно для нашей работы. Конечно, хотелось бы более современное оборудование. То есть, если взять федеральный центр, Москву, Питер, то есть это уже в электронном виде все происходит. И рентгеновые снимки описываются через компьютер, и ведение электронной истории болезни. Но сейчас для этого у нас есть все предпосылки, да, то есть это идет к тому. И мы к этому готовы сами, и мы хотим внедряться в это. Поэтому, как молодые специалисты, я думаю, нам это будет сделать значительно проще и легче. Рязанский регион богат на специалистов в сфере медицины. В этом есть большая заслуга Рязанского государственного медицинского университета. Однако даже при хороших кадрах годами оставались вопросы, которые не решались. Теперь проблемы с очередями, талонами в поликлинику должны покинуть наш город. В двух поликлиниках областного центра уже действует программа «Бережливая поликлиника». Скоро система охватит и область. Сам проект, он призван просто логистические потоки выстроить по-другому. То есть настроить работу регистратуры наших и специалистов так, чтобы люди могли записываться по интернету, по телефону, не ожидая потом после этого получения своих карточек в самой регистратуре. Карточки будут уже у специалиста, они будут знать время, к которому ему надо подойти. И максимум ожидания должно быть максимум 5-10 минут. Кстати, представители одной из поликлиник нашего города являются настолько продвинутыми, что на мероприятии в музыкальном театре предоставили свою мобильную группу. Центр здоровья, который расположен при поликлинике ОКБ, на месте предложил гостям мероприятие обследовать свой организм. Анализ крови, спериметрические анализы меня тоже интересуют, так как легочные заболевания есть. Ну, хотелось бы просто хотя бы в общих чертах проверить, что я сейчас представляю. Исследование легких сердца – это только часть того, что в рамках профилактических мероприятий предлагает Рязанское ОКБ. Ведь куда лучше заранее знать положение дел в своем организме, чем бежать в аптеку за таблетками. Многое можно предотвратить, так что следите за своим здоровьем, а медицинских работников наша телекомпания еще раз поздравляет с праздником. Спасибо вам! Чемоданное настроение настигло и рязанцев. И если солнце и пляжный отдых не балуют на родине, то обязательно обрадуют в путешествии. Интерес к бронированию туров уже вырос в несколько раз. Куда поедут отдыхать рязанцы этим летом смотрите в следующем материале. В дореволюционной России массового туризма не существовало, так как страна была преимущественно крестьянской. Выездной отдых был доступен лишь относительно небольшим слоям населения. Теперь же горожане посещают за границу куда чаще. Зима или осень, люди собирают чемоданы и торопятся на курорты. А лето, как известно, период отпусков. Для турфирмы это настоящее раздолье. Рязанцы планируют свой отдых в зависимости от своих потребностей и финансовых возможностей. Но летние капризы никто не отменял. А погода сейчас так и шепчет про жаркие страны. Приходят люди и говорят, что не планировали ехать, но из-за плохой погоды все-таки решили, потратимся и поедем отдыхать. Как и в прежние годы, сейчас популярны морские курорты. Первое место по спросу делят Турция и Тунис. Но туристы сейчас отдыхают не только за границей. Многие из них предпочитают и российские курорты. Я бы распределила туристов таким образом. Самое большое количество запросов идет на Крым. Обусловлено это тем, что хорошие климатические условия, красивая природа, чистое море и интересные экскурсионные объекты. Второе по популярности направления – это Сочи. Третье место у рязанцев занимают остальные курорты Краснодарского края. Это Геленджик и Анапа. А те люди, которые присытились отдыхом по системе «Все включено», начинают открывать для себя страны Европы, Азии и других континентов. Они едут за границу уже не только с целью отдохнуть, но и с желанием посмотреть мир, узнать культуру других народов, ознакомиться с архитектурой новых городов. И первое место по посещению среди неморских стран занимает Чехия – город Прага. Аналогом в России ей служит Санкт-Петербург. Он, безусловно, лидер по посещению и соотношению цены и качества. К тому же в центре города можно поселиться в гостинице, ходить на экскурсии и питаться по приемлемой цене. На втором месте – туры по Золотому кольцу. Но молодые рязанцы предпочитают все же летать за границу. И, безусловно, лидер по посещению – Кипр, город Айянапа. А у тех людей, кто связал себя узами брака и выбирает, куда отправиться на медовый месяц, путь почти всегда один. Чаще всего спрашивают Мальдивы, потому что это ассоциируется с красивыми пляжами песчаными. Это ассоциируется с каким-то спокойствием, релаксом, уединением. И, конечно, это первое, что исходя из рекламы, из рекламных буклетов, ассоциируется со свадебным путешествием. Вне зависимости от того, приходится ваш отпуск на лето или нет, его надо планировать заранее. Тогда точно получится и на пляже отдохнуть, и мир увидеть. Рязанские полицейские уничтожили беспрецедентно крупную партию наркотиков. В заводскую печь отправились более 300 килограммов наркотических веществ, изъятых полицией в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Наркотические средства, психотропные и сильнодействующие вещества весом более 300 килограммов были уничтожены сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Рязанской области. Подготовленную партию полицейские под охраной бойцов спецназа вывезли в цех одного из рязанских предприятий и отправили в печь. Уничтожение произошло при температуре свыше 1000 градусов цельсия. Согласно действующему законодательству, данная процедура осуществлялась комиссионно при участии представителей УМВД, Министерства здравоохранения Рязанской области и Управления Роспотребнадзора по Рязанской области. Опиаты, каннабиноиды, синтетические и другие виды наркотиков были изъяты в ходе оперативно-розыскных и следственных мероприятий сотрудниками различных подразделений полиции на территории региона в течение последних лет у лиц, занимавшихся их изготовлением, сбытом и хранением. Наркотики являлись вещественными доказательствами по уголовным делам, которые уже рассмотрены в судах. Приговоры вступили в законную силу, а фигуранты понесли заслуженное наказание. Пострадавшие от разорения клумбы на Первомайском проспекте расцветут новыми красками. Напомним, на прошлой неделе полицейские задержали пенсионерку, которая украла более двух тысяч луковиц тюльпанов. Теперь в ближайшие дни здесь планируется высадить более 30 тысяч цветов. Сейчас гости города и коренные рязанцы смотрят не только под ноги. Даже те, кто спешат на работу, волей-неволей обращают внимание на благоустроенность центральных улиц Рязани. Тысячи цветов с начала весны расцвели на клумбах, обустроенных по всему городу. Сегодня было высажено очень много цветов. Как вы считаете, правильно украшать город или нет? Да, конечно, правильно. А почему? Ну, чтобы красиво было, чтобы радостно было ходить. Когда цветов много, настроение лучше. Ну, потому что красиво. Очень хорошо город преображается. Ну, по-моему, это не просто. А почему? Красота просто, она спасет мир, сами знаете. Потому что это радует глаз, даёт хорошее настроение людям, просто украшает город. Вообще, я рязанка, приехала сюда из Севастополя. И мне очень приятно, что в Рязани, по крайней мере, на центральных улицах, так всё прекрасно оформлено и выглядит. Отлично. Но украшать Рязань могут не только городские службы. Местные жители также прикладывают усилия к созданию благоприятной атмосферы вокруг себя. В Нижнем городском саду существует целая клумба, за которой ухаживает всего один человек. Елена работает на детских аттракционах в самом парке. Клумбу она начала создавать ещё пять лет назад. Хотелось вокруг себя сделать красиво, чтобы было. Потому что живём среди асфальта, зелени нам не хватает. Ну, а тем более ярких красок. Клумба создавалась с нуля. Землю для неё приходилось привозить, так как почва в самом городском саду для растений практически непригодна. Сейчас на клумбе около 60 цветов. Жасмин, аквилегия, гортензия, спирея, гехеры. Много разновидностей роз и хризантем. Здесь даже растёт японская айва и обыкновенная вишня. А вот пальма, к сожалению, не прижилась. Да так растения всё здесь какие-то интересные. Потому что они из других стран прибыли, но тем не менее прижились вот в нашем климате. Цветы на клумбе с каждым годом продолжают разрастаться. И чтобы освободить место, Елена раздаёт их всем желающим. Но, к сожалению, всегда найдутся и те, кто возьмёт понравившееся без спроса. Из-за них в первый год с клумбы пропало много роз, и их количество пришлось резко сократить. А по словам посетителей парка, некоторые выносят понравившиеся саженцы мешками. Но Елена не унывает и продолжает облагораживать свою клумбу. В этом нелёгком деле помогает дочь. А порой помощь приходит совершенно с неожиданной стороны. Люди, которые неравнодушны, тоже какие-то растения принесли. С кем-то мы поменялись. Кому-то я вот в дар отдаю много чего, потому что я приглашаю даже к концу лета жителей и раздаю тоже растения. К сожалению, от прохожих страдает не только клумба, но и стена за ней. Обычно её раскрашивают граффити. И Елена своими силами закрашивает эти художества. Сил на поддержание такой красоты уходит много. Но оно того стоит. Я считаю, этого и тут достаточно. Маленький уголок, пусть он уютный будет. И привлекательно в этом парке. Потому что люди проходят, уже равнодушными не остаются. Останавливаются, фотографируются. Своим примером Елена доказывает, что сделать Рязань красивее могут не только городские службы. От самих людей тоже многое зависит. Ведь даже один уголок в огромном парке способен подарить множество положительных эмоций. Осторожно, опасная лужа. Проезжая часть улицы Западной с недавнего времени превратилась в городской водоем. Огромная лужа стала преградой на пути автомобилистов и пешеходов. Причем для тех и других пересекать водную гладь небезопасно. Наверное, проехать по этой дороге без помех возможно только зимой, когда машины укатывают снег. Но в остальное время стоит только пройти дождю, и эта дорога превращается в настоящее озеро. Из-за луж к транспорту невозможно подойти. А проезжающие мимо машины запросто могут обрызгать пешеходов с ног до головы. К сожалению, подобная проблема не редкость. На остановках из-за таких озер общественному транспорту приходится проезжать лишние метры. К тому же, такой большой объем воды таит в себе опасности и для автомобилистов. Камни или даже металлические предметы, которые вполне могут оказаться в яме, грозят серьезными повреждениями. А под слоем мутной воды, к сожалению, всех препятствий не увидеть. Больше всего жалоб поступает на остановку на улице Западной. Буквально на днях там произошел курьезный случай. Выходя из транспорта, в лужу упал человек. И случилось это вовсе не из-за халатности самого пассажира. На этой улице нет, как такового, с одной стороны, тротуара, который отвечает требованиям безопасности. Остановочных два пункта устроены с нарушением требований безопасности. Что делать с такой лужей, неизвестно. К тому же, она находится всего в считанных метрах от префектуры района. И раз яма на этом месте появляется не в первый раз, то на быстрое разрешение проблемы надеяться не стоит. Военно-патриотическая игра «Зарничка» сегодня прошла в 33-й школе. В ней приняли участие кадеты. Школа уже на протяжении четырех лет набирает кадетские классы и ежегодно здесь проходят подобные состязания. Передергиваем. Изготовка для стрельбы. Ложимся. Автомат. Плечо. Правая сторона туловища. Правая нога. Одна линия. Прицелились. Дыхание затаили. Можно было бы подумать, что мы оказались на занятиях в военном училище или же на армейской тренировке, если бы не окружающие нас дети. Именно они, ученики школы номер 33, сегодня, несмотря на дождливую погоду, соревнуются в выполнении довольно необычных для детей их возраста заданий. Согласитесь, далеко не каждый ребенок готов с легкостью надеть противогаз, разобрать автомат Калашникова и довольно точно отстреляться из него в электронном тире. Однако это не просто дети. Это кадеты. А самые маленькие участники военно-патриотической игры «Зарничка» в ближайшее время ими станут. Для того, чтобы ребята более слаженно, более организованно становились достойными защитниками нашей Родины, мы ежегодно, вот уже третий год подряд, проводим в летний период, не только в летний, в зимний в том числе, лагерь кадетский, в котором присутствует порядка 50-60 кадетов. И не только кадетов, но и будущих кадетов. Военно-патриотическая игра «Зарничка» традиционно проходит перед закрытием летнего лагеря. Одна из главных ее задач – знакомство будущих кадетов с тем, чему им предстоит обучаться на протяжении нескольких лет. Для этого на площадке перед школой организованы специальные станции. В прошлые годы их было несколько больше. Туда входили историческая, краеведческая, медицинская станции. Но сегодня в связи с погодой их количество было сокращено до шести. Помимо работы с оружием и противогазами, ребятам предстояло поучаствовать в спортивных состязаниях и военном ориентировании. По компасу мы определяем азимут. Как у третьего задания – 295 метров. Мы определяем 295 метров. Это где-то вот в этом районе, значит, в той стороне. Также расстояние, значит, 24 метров. Мы отсчитываем от этого места 24 метров. И находим запрятный мячик. Еще одна станция была посвящена кинологической работе. Согласно заданию, каждый участник должен был правильно экипировать овчарку, пройти змейкой вместе с ней между кеклями и вернуть собаку в исходное положение. Сложность в том, что необходимо правильно одеть всю амуницию на собаку, правильно давать команды, правильно давать лакомства и, конечно, соблюдать технику безопасности, которая до этого детям была объяснена. Для самых маленьких сегодня важен не результат, а сам процесс. Попробовать, понять, постараться запомнить. В будущем эти знания пригодятся, возможно, не только в учебе, но и в жизни. Мы не ставим сейчас в школе задачу из всех сделать военных. Мы ставим задачу воспитать достойных граждан своей страны. Напомним, что кадетские классы в 33-й школе были организованы около 4 лет назад. На сегодняшний день здесь обучаются 120 кадетов, многие из которых планируют связать свою жизнь с пограничной службой и работой в различных силовых ведомствах. Для этого им просто необходимы знания и умения подобного характера, которые они получают не только во время учебного процесса, но и в ходе подобных состязаний. И на этом у меня все. Напомню, что новости вы также можете увидеть на нашем сайте город62.тв. Я прощаюсь с вами до завтра и желаю вам хорошего продолжения дня. Ипотека 7,4%? Ипотека 7,4%? Как? 7,4%? Да, всего 7,4%. Ваши выгоды составят 450 тысяч рублей. Только 6 квартир в месяц. Программа «Доступные ипотеки» от компании «Зеленый сад» и ПАО «ВТБ-24». Бетон. Точно по расписанию. Производственно-строительная компания «Техно-Монолит». Поселок Мурмина. Телефон 99-24-06. Субтитры создавал DimaTorzok